Эта женщина работала в саду, когда сын сказал ей, что в их доме крышу проломило тело человека. Обезображенное тело жертвы крушения самолета малазийских авиалиний лежит на кухне Инны со дня авиакатастрофы. Сын вышел и говорит, мама, у нас труп в кухне. Потом, когда я зашла в кухню, я сразу не поняла, что-то лежит. Оно ж вот это обсыпалось, вот эта глина, вот эта штукатурка вся. Мне показалось, что это куча вот этого мусора. А потом уже рассмотрела, что тут человек. Оглядывается, а туда две точки и за тут две точки. Я к жене плечу. Бомба, скорее всего, гусор такой бешеный. Два хлопка. Наташа, бомбы. Мы текать хватаем. Бу-бух, бу-бух. А тут, это уже вышли с хаты. А тут лежит тело. Вот этого всего этого. Другой местный житель заявляет, что территория подверглась обстрелу со стороны украинской армии в рамках так называемой антитеррористической операции. Каждый день. Каждый день и постоянно. Каждый день и постоянно. Бомбят, бомбят Украина. Нас бомбят Украина. А Порошенко. Пока причины авиакатастрофы Боинга 777, в результате которой погибли почти 300 человек, неизвестны. В настоящий момент существует несколько версий. Местные жители рассказали нам, что они видели перед тем, как самолет разбился. Услышал рев и два выстрела обалденных взрыва. Я вышел из дома. Мои внуки бежали в погреб. Когда я увидел туда, в сторону Грабова, без крыла самолет вот так вот падал на землю и выпадало с него, что там было. Место падения самолета находится недалеко от угольных шахт, основного источника дохода для местных жителей. Мы живем здесь. У меня тут семья. Вот ребенок на этой улице делают упал. У меня ребенок здесь. Дочка у меня здесь. Мама старенькая. Отца я здесь его похоронил. 40 лет проработал на этой шахте. Поэтому неудивительно, что шахтеры оказались одними из первых, кто пришел на помощь. Ожидается, что скоро на место трагедии приедут родственники погибших, и, без сомнения, они потребуют ответов. Но, возможно, пройдет много времени, прежде чем они узнают, как погибли их родные и близкие. Роман Косырев, РТ, Донецк, Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова